Легендарный вратарь Лев Яшин и маленький мальчик на лицевой стороне. Футбольный мяч в виде земного шара на оборотной. По задумке дизайнеров, композиция символизирует преемственность поколений. Ребенок видит перед собой цель и мечтает добиться признания футбольного сообщества, так же, как и его кумир. Несмотря на то, что это совершенно законное средство платежа, вряд ли у кого-то возникнет желание расплатиться в магазине такой купюрой. Памятная банкнота на то и памятная. Она должна храниться много лет и вызывать приятные воспоминания о чемпионате мира по футболу 2018. Ее интересная самая особенность то, что она изготовлена из полимерного субстрата. То есть это первая памятная банкнота и вообще первый денежный знак в России, который сделан из полимерного субстрата. Выпущены новые 100 рублевки были 22 мая. Но до Приморья дошли только сейчас. Из 20 миллионов на наш регион выделили 200 тысяч банкнот. А это значит, что будут они далеко не у каждого. Это и понятно. Изготовление таких денег вылетает в копеечку. Купюры не мнутся, не мокнут, не рвутся. Только что горят. Вернее, плавятся. И подделать их практически невозможно. Мальчик держит в руках мяч. Мяч выполнен из специальной краски, которая при наклоне от себя на себя меняет цвет. То есть каждый кубик мячика меняет цвет с темного на светлый. Затем у нас здесь имеются три прозрачных окна. В одном окне мы видим футболиста, бьющего по мячу. Он меняет при наклоне цвет. Это у нас тонопеременный элемент. Если подобрать определенный угол, то форма футболиста меняется с красной на зеленую. На оборотной стороне можно увидеть летящий мяч, символизирующий глобус, с выделенной на нем картой России. Чуть ниже перечислены названия всех 11 городов, которые принимают матчи чемпионата мира. Имеется на банкноте элемент, ставший уже традиционным – QR-код. После его прочтения на экране смартфона откроется сайт Центробанка, где можно будет подробно изучить всю информацию о новой купюре. В том числе там описаны признаки ее подлинности. Обменять обычные деньги на памятные банкноты можно в любом коммерческом банке. Однако помните, что за обмен банки могут брать комиссию. Обменяйте? Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.